Здравствуйте, друзья! С вами вновь программа «Под солнцем Айкумены» и я, ее ведущий, Владимир Зайцев. Субтитры создавал DimaTorzok Как мы помним, в 1916 год идет война. Российская империя, Османская империя, все вовлечены в это движение. И во время одного из облетов русский летчик капитан Росковицкий, пролетая на драутом, видел огромное-огромное образование, очень напоминавшее громадный корабль. И когда он вернулся вниз, он доложил руководству, руководству почему-то совсем нужно доложить в Петербург. И, значит, царь Николай II, будучи набожным человеком, как мы знаем, он дал приказ сделать экспедицию восхождения. И вот примерно 150 человек, русских солдат, с двух сторон сделали это восхождение. Почему они стоялись в точке, указанной Росковицким, и увидели там вот этот гигантский корабль. Они признали, что это ковчег, и курды до сих пор сохранились эти легенды, я их сам лично слышал во время нашего похода, что русские, когда взошли, они, значит, увидели этот ковчег, поскольку курды были сопровождающими, свою победу отметили трехкратным «Ура!», выстрелами из всех видов оружичных было, и, естественно, распитьем спиртного, что, в общем-то, говорит о том, что это русские были для курды, потому что никто больше спиртного не пьет. И в экспедиции были специальные люди, которые, значит, отсняли все это дело, все записали, взяли образцы проб и отправили все в Петербург. В Петербург все это попадает в начале 1917 года, февральская революция, и все это исчезает. Исчезает, и уже в октябре, когда началась большая миграция, в Америку уезжает часть людей, эти люди попадают в США, и там дают многочисленные интервью о том, как они видели ковчег. То есть они совпадают в деталях, и вот эта фотография осталась единственная. То есть честь открытия этого места принадлежит россиян, получается? Ну, здесь я бы очень осторожно к этому относился, но это единственное показательство. Или для широкой общественности. Да, это был единственный показ с ним, который, значит, запечатлел. Все остальные экспедиции, они около двух тысяч лет идут в упоминание о том, что восходили, видели, очень много всяких там чудесных было вещей, но все приходили ни с чем, что называется. Хотя еще где-то в 1500 году люди знали, что вот ковчег лежит на ратинг. Тогда это было совершенно нормально, обыкновенное явление, что идет какой-то монах, он говорит, вот кусочек, я отколол от ковчега. Извиняюсь, вот это не кусочек от ковчега случайно, вот этот ковчег. Я понимаю, что вы привезли его в рюкзаке откуда-то оттуда. Это что? Исключительно на память. То есть из всех экспедиций я привожу либо корягу, либо камень. Но было бы очень по-варварски, если бы вы от ковчега. Нет, нет, нет. Это где-то рядом лежал. Это просто уже когда мы ушли, мы же с Арарата спускались. И вот на бегу ночью я где-то спотнулся о какой-то камень и понял, что надо мне его взять с собой. Я его закинул в рюкзак. И уже при свете в гостинице его открыл, он такой вот вид имеет. То есть возможно, какова его история? То есть возможно, Нага Ноя и его детей ступало по этому камню. Пароль какая-то так она известна, я на Памире такие находил. Но тем не менее. Дело в том, что когда мы вернулись в Москву, была большая пресс-конференция, было много журналистов, все задавали один вопрос. А почему вы не привезли какой-нибудь кусочек от ковчега? Я ему объяснил такую вещь. Я сказал, ребят, мы все-таки журналисты и телевизионщики. Нам в первую очередь нужно было снять картинку и вывезти оттуда кассеты. Потому что очень многие экспедиции не могли просто элементарно вывезти кассету. До нас экспедиция шла, они не могли два дня выехать к месту. То есть официально все, они приехали, были все разрешения. То есть там вот такая вот история. И у меня сама была соблазн. Я нашел огромные черепушки в том самом месте, про который я говорил, где-то древняя цивилизация могла быть. Естественно, что я в джип взял таких, набрал черепушек, думаю, возьму. Потом у меня в голову идет мысль, надо все это выкинуть, самое главное пленку провести. И поэтому мы решили, что есть исследователи, специалисты большие, надо их собрать всех вместе. Их в мире не так много. Чтобы они пришли на это место и посмотрели, есть истина в том, что это ковчег или нет. И пусть они сделают заключение. И в этом году мы как бы уже... То есть идея на Арарат возникла такая, что все-таки надо сделать международное восхождение. Что такое Арарат? Кто такой Ной? Это общечеловеческое достояние. И Ной это вообще, можно сказать, прадный человек, потому что от него вся пошла современная цивилизация. И здесь не может быть, что там, скажем, Андрей Поляков или Рон Уайт открыл ковчег. Это будет абсолютно неправильно. И так не будет. То есть должны зайти люди и все одновременно признать. И тогда мне в голову пришла совершенно простая мысль. Надо... Вот есть еще две точки осталось. Надо просто подняться, посмотреть, есть на этих точках что-то или нет. И тогда уже вернуться к той точке, которую у нас... То, что мы сняли. И тогда вполне возможно, кто-то признает, что это единственный ковчег. А ты склонен согласиться и с такой гипотезой? А может быть, у Ной была целая флотилия? Может быть, не один ковчег, а у нашего сына было? Да, эта идея жива, она есть в интернете. Я ее постоянно муссирую. Я говорю, почему ты лежаешь, что именно так и было. То есть доказательства никто не нашел. Все пытаются рассказать, что и там нашли, но и в ковчег, и там нашли, но и в ковчег. В 37-м году нашли единственное судно в Южной Америке, которое более или менее больших размеров. В Южной Америке? В Южной Америке, да. А в Турции тоже там указывают и там место, и там. Все указывают, но где? Никто не показывает. А это вот, пожалуйста, приезжайте, снимайте, открытое совершенно место. Причем, когда мы там приехали, было интересно, уже построен музей, там есть хранитель, и там написано «Ной в ковчег». Турки признают, причем, самое интересное, что курды, все верят, что это «Ной в ковчег», турки никак к этому вообще не относятся никак. Ну, он говорит, может быть, а может и нет. Ну, вот ты говоришь, вы снимали, а ведь действительно одна из главных целей вашей экспедиции была отснять материалы для создания документального научного фильма. Алексей, ты как главный оператор, что можешь сказать о чисто съемочном процессе? Насколько это было легко, сложно? Главная сложность там была... Нет, две сложности. Одна – это солнце, ядреное такое солнце, которое мешало снимать, и... Ну, как просто солнце на юге, либо как солнце на арарате. Нет, это как солнце на арарате. Я даже сжег видоискатель у камеры из-за этого солнца. Ну, это как бы обычные сложности. Не знаю, можно отнести это к какой-то мистике, еще что-то. Я не склонен мистифицировать. То есть есть гора, есть арарат, есть ковчег. Ну, скажем так, что ковчег. Я это воспринимал на эмоциональном уровне. Когда мы увидели это некое образование, корабль, ну, первое, что пришло в голову, да, корабль. Когда кто-то, а это был Андрей Максименко, сказал, «Так это же гигантская яхта». Все, я понял, что это действительно яхта. Других ассоциаций у меня не вызвало. А так, сложность, конечно, была просто с местным населением. Кругом там войска стоят, по каким-то политическим... Жандармирия, жандармирия, войска, полиция, да. И снимать просто зачастую не дают. Был момент, когда мы ехали уже на подъездах к Дагабиазиту. Лавовые поля, первое, что увидели, вот этот шлейф лавы, который тянется от Арарата, на многие десятки километров. Закатное солнце, потрясающий пейзаж. Я говорю, ребята, стоп, все из машины будем снимать. Я снимаю там что-то и краем глазу, зрение, замечаю, что там идут люди, цепью, с автоматами. Кто такие? На вас. Я камеру опускаю, руки по швам. Русы туристу говорят. Ай-яй-яй, снимать нельзя, все. Слава богу, ничего не отняли. Поехали в сторону, где упал метеорит, там то же самое. Вот перед нами граница 50 метров Иран. Сзади за нами 50 метров тоже какая-то военная база. Снимать нельзя. Так то, что вы привезли, по сути, уникальный продукт. Отчасти, да. Озеро Ван, оно представляет собой такую линзу, и ученые сделали предположение, что именно из озера Ван зародился жизнь в земле. Это опять точка, особенно район, все-таки, земле. Более того, метеориты, которые падают туда, они, как предполагается, несут этот марсианский грунт. А это был очередной метеорит? Это было, ну, они падают периодически, но это один из самых крупных метеоритов в мире. И шла война, вернее, война уже закончилась, и туркам не было никакого дела от этого метеорита. Они взяли эту ямку и просто засыпали наполовину. То есть исследования, которых там еще не проводилось. И сейчас ученые, очень многие, как бы, хотят устремиться туда, значит, к этому месту, чтобы посмотреть на этот уникальный метеорит. Потом, значит, там остались две древние церкви. На озере Агдамар стоит древняя армянская церковь второго века. Таких церквей вообще практически нет в мире. Вот, значит, потом вот этот район, куда мы поехали, где находятся так называемые якорные камни, оказывается, этих якорных камней около 50 штук. А якорные камни, они подвешивались как бы ковчег, вообще штука ковчег. Ковчег, он больше похож на подводную лодку, то есть строение было каково. То есть представляете, корабль в личной с футбольное поле, ну, чтобы было понятно. И для того, чтобы он держал балласт, видимо, во время потопа, эти камни подвешивались на веревках особым образом. И причем на камнях, которые мы сняли, там, значит, есть вот эти вот, натертые свины, чтобы были подвязаны на веревках. Вот, ну, тут опять же возникает вопрос, каким образом, значит, Ной, не будучи судостроителем, который не знал навигации, строит такой огромный корабль, значит, подвешивает все эти камни. Как помню, ему уже никто не помогал, все нас смехались над тем, что он строил корабль по своему спасению. Вот, и вдруг, значит, чудесным образом всех тварей по паре собираются в этом ковчеге, начинается потоп, наводнение, корабль поднимается и выживает в такой круговерте и довольно долго находится в море. Причем причалить не куда-нибудь, а в то место, Рарата, которое самое первое, в то место, где отступила вода. Вот и там площадка такая, ну, как гавани сделана, там на кадрах хорошо видно. Полгода он плавал. Да, почти полгода, то есть, вот, ну, ясно, что ему кто-то помогал. И ведь в Библии там написано, что, почему я так возвращаюсь к этим вот большим всем образованиям, ведь никто не обращает внимания на то, что написано, что в то времена, во времена Ноя, рядом с людьми, то есть человечеством современ, жили исполины, то есть люди большого роста. Ведь грех лежал не на человечестве, если правильно прочитать, а на тех людях, там, сыны Божьи стали брать себе в жены, дочерей человеческих. То есть получается, что грех лежит не на человечестве, а на той цивилизации, которая стала вступать в контакт с нашей цивилизацией, с юной, только что зародившейся цивилизацией. А это, в общем-то, гибридные расы, как мы знаем, они дают очень, так сказать, неправильный род, продолжение рода. И вот именно на них грех этот лежит, а не на человечестве. И тогда, вот, Ноя, поскольку он был праведником, поскольку он вел правильный образ жизни, он и как бы создал Ковчег. Вопрос, откуда он мог его создать, когда это юный человек, маленького роста, хотя есть и другое предположение, что он тоже был довольно большой. И как он все это мог построить? То есть тоже остается загадкой, на самом деле. Но вот эти размеры гигантские и сроки, и все остальное, говорят о том, что кто-то очень хорошо помог. Ноя, старый Дед Ковчег. И кто, на твой взгляд? Ну, Трунская, там написано Бог, хотя тут тоже... Нет, на твой взгляд. Ну, я думаю, что это помогли те самые исполины, те, кто... У древних шумеров там четко написано, кто-то помог. Ведь вот эта цивилизация, которая была до нас, один, так скажем, из боков, вот он и дал эту инструкцию по постройке этого Ковчега. Андрей, а вот здесь на экране у нас некая картинка. Это вот и есть тот самый Ковчег? И это есть тот самый Ковчег и контур, который выделен. Это и обозначает, как раз, граница этого Ковчега. Если внимательно смотреться, то есть на невооруженном глаз видно, что это подобие корабля. Ну, это дерево, либо это по структуре, это что? Дело в том, что я сам не спускался, спускались ребята, и когда они потрогали, что это такое, значит, это не камень в любом случае. И он как бы, порода, она начала рассыпаться в руках, как песок. Но когда уже больше, более они потерли, то есть это как бы отменевшее дерево. То есть как каменный уголь. Органика. Да, да. Вот такое было впечатление. Понятно. И, как правило, первое впечатление они человека не обманывают. Каковы дальнейшие планы вашей экспедиции? Ну, в этом году, как я уже сказал, мы собираемся поехать в более расширенную составе. Это сейчас и спонсоры как-то откликнулись хорошо, в отличие от прошлого года. И очень много ученых со всего мира присылают нам свои пожелания, заявки. Очень много пошло, очень бесценно, я бы сказал, материала. И мы решили сделать следующее. То есть об этом будет объемен буквально через неделю. Но нашим телевизорителям мы можем спокойно сказать в эфире. Цель такова. В этом году с четырех разных сторон, юг, север, запад, восток, восходят четыре группы. То есть это будет российская экспедиция, американская, турецкая и армянская. Все они должны выйти на пик вершины, проверить две основных точки, о которых я говорил, сделать какие-то свои заключения и потом спуститься вниз. И чтобы как-то все это дело напомнило хорошо всему нашему человечеству, мы предполагаем трансляцию на весь мир прямую. Все те паломники, которые приедут туда, мы предполагаем, чтобы они образовали некий круг вокруг ковчега. И каждый, вне зависимости от национальности, религии, три минуты помолился Богу так, как он умеет. То есть хотя бы три минуты на земле, чтобы было без войны. И в этот момент мы хотим выпустить символического голубя, того самого, который человечество проложило дорогу. То есть нужно ликвидировать всю мистику, которую сопровождал ковчег. Ведь есть некая легенда, о которой все знают, что когда ковчег будет обнаружен людям, это было сказано Святому Якобу, и об этом все хорошо знают, то в этот момент начнутся как раз катаклизмы и то, что называется концом света. Мне хочется снять эту программу с земли. Ну не мне, а кто пойдет, чтобы все-таки нам выжить в этих условиях, чтобы цивилизация пошла по тому вектору, который Ной когда-то и заложил, своей праведностью и своим правильным отношением к жизни. Так извини, может быть тебе и не надо искать в таком случае этот Ной и ковчег. Но дело в том, что... Зачем нам апокалипсис раньше времени? Ну, раньше времени ничего не бывает. Ведь до нас ходили, никто ничего не снимал, как я уже говорил. Тут мы пошли и совершенно, что называется, взяли и сняли. То есть если первый шаг сделал, надо делать и второй. Я же говорю, что ведь задача в том, чтобы снять эту программу. То есть вы понимаете, как получается, что эмоционально вот эта гора, это место, она притянулась в себе в войн, такое несметное количество. Об этом просто не упоминается. Но если поднять историю, чем я занимался, нам пришла без конца война. Ведь никто там не живет, на этом месте получается. То есть сам Арат, он был как бы накрыт колпаком. Вот. И нам апокалипсис нужен. Поэтому и идея-то в том, чтобы просто люди обратили внимание на себя. И каждый внутри себя посмотрел вообще-то, для чего он живет, для чего он пришел на эту землю. Вот и все. У нас в гостях были отчаянные ребята, которые сумели побывать не только на святой и загадочной горе Арарат, но и на палубе корабля первого мореплавателя человечества. Ребята, спасибо за то, что вы нашли время и пришли к нам на передачу. Надеюсь, что мы вместе с вами побываем там и отснимем замечательный фильм, покажем его нашим зрителям. Спасибо, успехов вам. Спасибо вам. Спасибо. Приглашаю. Субтитры подогнал «Симон» 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 На этот раз прошлогодний день Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжается сверхмарафон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Пик «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» В прошлом «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» А сейчас предлагаю вашему вниманию первый фильм из видеоцикла по следам караванов Великого Шелкового Пути Этот цикл был создан на основе материалов отснятых во время караванного перехода по пустыням и степям при Каспии организованным современным гуманитарным университетом совместно с путешественником Федором Конюховым Итак, степи прикасываются.